От имени Генеральной Ассамблеи я имею честь поприветствовать здесь в ООН его превосходительство Мухаммаду Бухари, председателя Чернепридной Республики Нигерии. Я предлагаю ему обратиться к Генеральной Ассамблеи. Председатель Генеральной Ассамблеи, Ваше превосходительство, главы государств и правительств, уважаемые делегаты, дамы и господа. Я хотел бы, господин председатель от имени правительства и народа Нигерии, поздравить Вас и Вашу страну в связи с Вашим избранием на пост председателя Семидиатой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Позвольте также выразить признательность Вашему предшественнику, господину Сему Кахамбакутеса и Генеральному секретарю, господину Пангимуну, которые неустанно работали над тем, чтобы обеспечить надлежащее изложение положений поездки дня в области развития после 2015 года, и делали все возможное для того, чтобы сохранить курс и приверженность идеалам ООН. Я благодарен господину Пангимуну за его поездку в Нигерию, где у нас состоялись очень полезные беседы. Господин председатель, 55 лет назад, буквально день в день, мой выдающийся предшественник, премьер-министр Нигерии, Альхаджи Абубакар, Фаба Балева, стоял на этой трибуне, с которой заявился о стремлении Нигерии развивать и поддерживать дружественные отношения со всеми странами. Он также заверил мир о приверженности нашей страны принципам, на которых была основана Организация Объединенных Наций. Господин председатель, моя страна Нигерия, руководство с этим убеждением, даже тогда, когда нас осудили в территориальных спорах с нашими соседями, мы с уважением отнеслись к этим решениям и выполняли их как порядки уважения к верховенству права и к праву организации. Послужной список Нигерии в мировой точке деятельности, он никому не уступает. Я, как молодой офицер нигерийской армии, сам служил и в Конго, и в Ливане. Нигерия носит свой вклад в поддержание мира ООН в Этиопе, Либерии, Сирлёне и Дарфуре. Кроме того, мы гордимся нашим вкладом в другие виды деятельности ООН, включая работу миростоятельной комиссии, Совета по правам человека и в решениях, принятых в области реформы сектора безопасности. Господин председатель, тратно отметить, что большинство стран обязались выполнять повестку неоплости развития после 2015 года и устойчивые цели развития, используя средства их осуществления. В последующие после ЦРТ рамки господин председатель породили далекующее ожидание, я могу вам сказать, это героический подход. Тем не менее, они предусматривают сотрудничество в развитии международного сообщества до 2020 года, и они заслуживают всеобщей поддержки. Это объясняется тем, что ЦРТ отражает надежды и чаяния большей части мира. Я хотел бы подчеркнуть, что для того, чтобы новость принята, цели устойчивого развития оказались в истину общеверимы и практически по характеру. В этой связи ключевые цели ЦРТ по искоренению нищеты и понижения уровня неравенства должны определяться рамками глобального активизированного партнерства и поддержки с его стороны конкретной политики действий согласно повестке дня Децкабепской программы действий. И, к счастью, эти две ключевые цели ЦРТ как раз находятся в центре внимания повестки дня правительства Нигерии. Следует подчеркнуть, что примененные иностранные инвестиции были новым источником наряду с ОПР согласно повестке дня приняты в Децкабепе и необходимые условия для развития странах создаются и позволяют им догнать других. Я хотел бы обратиться к промеженнадцатым странам выполнить свои обязательства о выделении 0,7% ОПР от их ВВП на цели помощи в область развития за одним исключением и исключением Соединенных Королевств все заинтересованные страны как мне сказали соблюдают это требование ООН но, господин председатель благодаря ЦУР мы располагаем себя с возможностью по улучшить жизнь людей не только в развивающемся мире но и повсюду. Генеральный секретарь сам пересчитывал группу шести основных элементов ЦУР это достоинство процветания справедливость, партнерство планета и люди предпосылкой для их осуществления если мы вспомним ужасающие события истории, которые привели к созданию ООН в 45-м году я хотел бы добавить еще и седьмой посыл это мир мир, господин председатель особенно нужен нигерийцам мы находимся на передней линии войны с террором война, которую развязали против народа Нигерии Чада, Нигерии, Камеруна Бока-Харам может быть и не привлекает такое большое внимание мира как войны на Ближнем Востоке но страдания наши столь же велики а мы платим за это также ценой жизни людей это война касающаяся ценностей и обеспечивают прогресс, а не хаос это разница между демократией и вероятностью права Бока-Харам празднует насилие в отношении бедных и нечем не повинных людей они прячутся за искаженный лес Исламов храм далеки от Ислама многие из моих коллег на этом форуме хотели бы узнать как наше новое правительство намерено решать те огромные проблемы которые унаследовало друзья Нигерии и иностранные партнеры инвесторы с радостью наверное знают о том что новое правительство напрямую решает унаследованные нами проблемы мы намерены покончить с неравенством связанным с масштабным отсутствием занятости и также проводим приверженную политику правительства в интересах людей а не отдельных в отличие от него а не проводим политику в интересах людей а не некоторых мы намерены также обеспечить обучение новым технологиям интересах развития создать основы для ухода за пожилыми и мажоригинальными судами терроризм однако это первая проблема в их числе соответственно господин председатель члены генеральной ассамблеи новое нигерийское правительство которое я имею в честь в оглавляции осуществляет надежную стратегию по борьбе с Бока Харам в Нигерии соседи в Камеруне Чаде Нигерии и в Бенине также работают с нами для того чтобы преодолеть эту новую угрозу в региональных рамках в рамках которые попадают под полномочия комиссии бассейна озера Чад мы создали многосторонние целевые силы которые противостоят и борются с Бока Харам мы изгнали их из многих оккупированных ими подпорных пунктов били многих их солдат и командиров освободили сотни семьсот заложников господин председатель одной из важных целей является спасение девочек Чибок они остались живы и невредимы мы работаем круглосуточно для того чтобы обеспечить их безопасность возвращение семьи девочки Чибок в настоящее время постоянно находится в наших планах господин председатель терроризм никаким образом не означают единственное зло с которым приходится сталкиваться обществом по всему мере это также и коррупция разграниченная финансовая преступления киберпреступность понесения людей распространения инфекционных заболеваний изменения клиента расползания оружия и все это крупнейшие вызовы 21 века которые должны устраняться в коррективное международное с общим позвольте мне подтвердить неизменную приверженность английского правительства в борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками в случае коррупции и черезграничная финансовая преступность препятствует развитию экономическому росту и обеспечению благополучия граждан повсюду в мире Нигерия готова и полное желание заключать партнерство с международными учреждениями и отдельными странами на сторонней основе для борьбы с преступностью и коррупцией в частности я призываю глобальное сообщество в срочном порядке утворить усилия направленные на укрепление механизмов искоренения безопасных местопроживания где присутствует коррупция и где хранятся украденные средства активы стран происхождения господи директор мир сейчас сталкивается с новой крупной проблемой это торговля людьми это старая проблема которая приобретает новое измерение и угрожает подорваться международные отношения мы в Африке сожалеем что международные сети обеспечивают потому что гибнут тысячи молодых людей и женщин которые бегут в Европу при этом многие из них погибают в пустыне или гибнут при пересечении Средиземного моря мы осуждаем самым личным образом этих добровцев людьми и поддерживаем любые меры которые позволят предать их правосудие в то же время мы признательны правительствам европейских стран в частности Италии и Германии за их понимание и их гуманное отношение с беженцами в прошлом году наш континент пережил очередную волну Эболы мы искренне благодарим международное сообщество за коллективные усилия которые они приняли для того чтобы сдержать распространение этой болезни мы пока еще до конца эту проблему не решили но мы хотели бы все же выразить признательность Соединенным Штатам Соединенному Королевскому Франции и Китаю за их выдающуюся помощь в пресечении распространения Эболы и за уход за инфицированными сотрудничествами с принимающими странами господин председатель Нигерия всецело подписывается и одобряет целые 13-14-15 ЦУР касающиеся изменения климата Нигерия пустынивания и эрозия почвы а также деградации земель приводят к утрате биоразнообразия это реальная угроза нашей окружающей среде и мы предлагаем под гиды комиссии бассейны озера Эчат разработать региональный подход для борьбы с этими факторами приводящими к ухудшению положения дел окружающей среды мы с нетерпением ведем саммит по изменениям климата в Париже в декабре 2015 года этот саммит должен дать новое чувство оптимизма человечеству в плане устранения возникающих угроз по многим сообществам мира господин председатель на наших глазах разрастаются конфликты из-за расползания стрелкового оружия и легких вооружений я призываю государство членов продемонстрировать политическую волю и поддержать требования устанавлив ООН в начале надежное осуществление договора торговли оружия и гарантирует такое положение при котором стрелковое оружие будет продаваться только на законной основе контрабандисты оружием и торговцы людьми это зло которое должно быть искорено сейчас когда мы ежегодно обсуждаем эти проблемы мы должны забывать о принципах которые привели к созданию ООН среди них фигурирует принцип мирного сотрудничества существования и самоопределения народов это и си господин председатель нерезонный вопрос самоопределенности полисистского народа и народа западной Сахары к тому не решены хотя ООН обе государства отвечают требованиям ООН в отношении реализации неотъемлемого права на самоопределение и мы должны обеспечить его без дальнейших задержек международные сообщества возлагают надежды на урегулирование палестинского вопроса в отношении создания двух государств которые бы признавали законное право каждого государства жить в мире безопасности мира нет больше причины или предложения того чтобы выкладывать урегулирование этого вопроса и выполнение резолюции света безопасности также мы должны использовать наше моральное морало для того чтобы не можем на моральной основе отказывать им в свободе мы должны осудить сохраняющуюся оккупацию и блокаду господин представитель гады государств членов он насчитывает 70 лет и наверное у нее много достижений за это время семьи государств и я надеюсь что в следующие 70 лет он сможет решить проблемы контроля за климатом поможет исколенить инфекционные заболевания покончить с крупными местными конфликтами и соответственно покончить с проблемой беженцев отримет решительные шаги в деле равенства между странами и внутри стран и прежде всего скажется ядерного оружия господин председатель первая выступление генеральной ассамбле и я благодарен вам и дикатом за то что вы меня внимательно слушали от имени генеральной ассамбле я хотел бы поблагодарить президента республики Германия за его заявление я прошу представителей остаться на своих местах в то время как мы будем приветствовать президента генеральной генеральной ассамбле бухгарь огне в